Друзья мои, дорогие товарищи, братья и сёстры, сегодня у нас четверг, день насыщенный, как обычно, и этот час мы посвятим встрече в прямом эфире с гостем, который уже бывал у нас здесь в студии и оставил неизгладимое впечатление и юмором, и обстоятельностью. А главное, сутью, о чём мы говорили. Сергей Вячеславович Савельев к нам сегодня в гости пришёл. Сергей Вячеславович, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Очень приятно всех видеть. Да, и мы сегодня с Сергеем Вячеславовичем, который является, я напомню, эволюционистом, палеоневрологом, профессором, руководителем лаборатории развития нервной системы человека, Института морфологии человека, Российская Академия Медицинских Наук, вы запоминаете, товарищи, молитвы. Вот. Мы сегодня поговорим об очередном аспекте человеческой психики, да, и мозга, или души, или сердца, потому что ответа на этот вопрос у меня нет, а мы сегодня у Сергея Вячеславовича попытаемся его выудить. Значит, тему мы заявили следующим образом. Откуда берутся мечты и мысли человека, как они зарождаются в нём, и как они могут материализоваться, потому что расхожая такая фраза, да, о том, что... Если постоянно думать о чём-то. А ещё лучше говорить, вот, то, в принципе, это когда-нибудь случится с тобой, да. Сергей Вячеславович, вот живёт человек, и вдруг у него в голове возникает какое-то желание. Мысль. Но мы не говорим о плотских желаниях, которые... Их мы более-менее изучили, да. Это рефлекс. А вот состоит идея какого-то свойства, да, непонятного, и она человеком начинает овладевать. Вот феномен, феномен вот этой истории в чём? Дело в том, что если говорить о мыслях, то лучше это оставить пока. Но мысли – это отдельный разговор. Вот мечты – это действительно повод для того, чтобы поговорить. Потому что как раз мечты – это такое чисто человеческое качество. Как раз у нас нет никаких объективных доказательств того, что, например, вороны мечтают. Маловероятно. Ну, когда есть, хочется, они просто хотят есть. Сыр, и всё. Да, они мечтают. Конечно, мозг там высших приматов, он... Мозг высших приматов, он позволяет так надеяться, что какие-то зачатки такого поведения есть. Но самое главное – мечты человека. С чем это связано вообще? Вот почему там лежит 14-летняя девушка в постельке и мечтает? Почему 14-летняя девушка в постельке? Ну, потому что они у 27-летних мечты почти такие же, но они более реальные. Потому что 14 – это они вообще нереальные. Пьяный принц на белом коне или ещё что-то в таком духе. Ну, вот лохматый волосатый, поросший дикими, дикой шерстью там, где надо. Ну, понятно, да, признаки вторичные, половые. Значит, вот она лежит, мечтает. Но, к сожалению, мечты, пока речь идёт о том, чтобы как бы изготовить себе подобного, добиться пищи для тех, кто голодает в Африке или там, кто уже украл свой положенный миллиард, как нам известно, уже, значит, определить доминантность, то есть выпендриться, говоря простым языком. Ну, эти мечты, конечно, они инстинктивны. Это просто инстинктивные формы поведения. И давайте мы их не трогать, потому что это биологические основы. Там всё очень просто, примитивно, и вся политика, законы, социальные отношения, религии призваны, чтобы замаскировать эти простые желания, обезьяния и выдать их за человеческие. Отдельная история. Но вам говорить о мечтах, вот то, что характерно для человека. О чистых мечтах? Ну, почти о чистых, да, потому что всё равно в основе любой мечты лежит всё то же самое триединство биологических начал. Значит, в чём же дело? Откуда берутся мечты? Мечты – это человеческое качество из-за лобных областей, тех самых больших, которыми мы, естественно, не думаем. Они возникли не для того, чтобы думать, я вас умоляю. Это они у психологов возникли для того, чтобы думать, но так они этому и не научились. А вот, собственно говоря, лобные области сформировались из того, чтобы просто делиться пищей. У нас была очень длинная история отбора искусственного, ну, когда мы просто или съедали, или не уничтожали тех, кто не подходил к социальной структуре. Это продолжалось 4 миллиона с лишним лет, и за это время мы истребили всех, кто не стал делиться пищей. То есть ты принёс большую толстую косулю в любимое стадо, где твои любимые три жены находятся, ещё две чужих. И в этот момент, значит, надо поделиться. Животные делиться пищей не могут, как вы знаете. И даже любимая собака может сильно покусать, если вы отнимете кость, которую только что дали. А вот в человеческом обществе делиться пищей принят. Только не надо вот говорить там про материнские инстинкты. Вырастить и выгнать – это, в общем, все животные так умеют. Вырастить и выгнать. Ну, а как же, потому что если оставить, то придётся долго делиться. Животные не могут, как наши мамки, так сказать, с нездоровой психикой до 45 лет, это выкармливать всё из ложечки и вытирать носик там и попку. Ну, в такой же степени. Вырастает животное. Что? И вырастает животное. А вырастает животное, естественно. Он не сталкивается с социальной структурой, сообщества, превращается с бубуин. Он сталкивается с внешним миром и всё. Вот у Кати такая же история. Бросил молодой человек, мамкин сынок, говорит, ты фарш в котлеты магазинные положил. И бочь у тебя с кислинкой. Да, и выгнал на улицу. Да, потому что конкуренция. Потому что он сейчас пойдёт на улицу и подберёт блондинку, там, 16 лет, и будет её учить опять больше. Нет, новое. Потому что женщин меньше, чем мужчин, это раз. Во-вторых, а маменькиных сынков, особенно состоятельных, вообще на расхват. Девушки же думают, что они решат биологическую проблему. Связавшись с таким, пусть идиотом, пусть таким, ну, он зато может детёнышей обеспечить. Может как-то длительные отношения возникнут. Ну, то есть, стратегия размножения. Ничем не думала, не надо. Ну, это боксинг, значит, мечты. Так вот, мечты – это продукция вот этой самой лобной области, которая возникла, которая возникла для того, чтобы делиться пищей в большой популяции, в большом стадии. Это биологическая основа. А вот мечты – это некая отрыжка, некий продукт как раз вот этих социальных отношений. Сейчас объясню, в чём дело. Понимаете, когда вы думаете, мечтаете о чём-то, то это не вызывает реальных событий. Ну, вы думаете про себя, что вот вы, да, что это не план. Вы думаете, спонтанные желания, которые у вас возникают в голове, они, естественно, все носят биологический характер. Но поскольку они обличены в социальную форму, то вы начинаете думать, что вот вы поедете в Рио-де-Жанейро, познакомитесь с престарелой, красивой миллионершей, ухоженной, лет 45-ти. Значит, и дальше вы себе сделаете счастливую жизнь. Желательно вдовой, но или с большим состоянием, без детей, как бы не очень, да. Наоборот, с детьми и взрослыми, они уже ушли. Да-да-да, ушли, и поддерживают маму. Ну, и тогда вот ваши мечты, значит, вы обличка чаете какую-то такую форму замечательную. Консоры, в конце концов, которые заканчиваются, естественно, хэппи-эндом. Он не может закончиться не хэппи-эндом. Но самое-то главное, зачем-то всё возникает. Мозг человеческий для того, чтобы поддерживать социальные отношения, не конфликтовать друг с другом. Он готов имитировать человеческие отношения. И когда вы их проживаете внутри, у вас, во-первых, уходит время на социальные конфликты, а во-вторых, вы проигрываете ситуацию. И поэтому это в эволюции, в истории человечества всё время поддерживается. То есть это внутренний кинотеатр такой, в котором показывается постоянно сериал. Это внутренний кинотеатр, в котором показываются вот эти всякие варианты, причём зачастую очень хорошие, если вы, не дай бог, не заснули от счастья. Но этот внутренний кинотеатр – это результат длительного искусственного отбора. Потому что такие люди, которые мечтают, они очень безопасны. Как мы с Сергеем. Они ничего не делают, они так иногда шевелятся, чтобы там заработать на колбасу. А в основном мечтают про себя о том, что никогда не будет. Сергей Савельев у нас сегодня в гостях, эволюционист и палеоневролог, и профессор. Сегодня говорим о человеческом мозге, о мечтах в данном случае. После короткой рекламы продолжим. Друзья мои, сегодня у нас в гостях в специальном нашем разделе, ну, назовём его так, наукоёмким. Науч-поп. Сергей Вячеславович Савельев, наш уже не в первый раз мы встречаемся в студии, добрый собеседник, эволюционист и палеоневролог, с этим отдельно надо разобраться, да, что это такое, и профессор и руководитель лаборатории развития нервной системы человека в Институте морфологии. Вот. И сегодня мы в этом, по крайней мере, получасе говорим о мечтах, да, как они формируются. А, Сергей Вячеславович, а является ли мечта единым образом времяпрепровождение для всех? Или есть мечтуны и есть практики, которые вот живут чётко в реальности? Ну, планами, задачами. Да, я понял вопрос, очень вопрос замечательный, как говорят, интересный. Но смысл-то в чём, что мечтают обычно очень интенсивные дети, как вы знаете, подростки. Потому что у них есть некие, им дают некие образцы, например. Ну, пример, показывают по телевизору. Гагарин, космонавт. Ну, Гагарин, как ты сейчас это? Детская мечта. Неприлично. Всё-таки, ну, хорошо, Абрамович на большой яхте. Да, точно. Вот это уже как-то понятно. И рядом Познер в полосатых плавках. Ну, вот, ну, например, это уже хорошо. Вот вам, пожалуйста, журналисты, вот вам простые мелкие коммерсанты, которые растают до больших личностей, как почти у булгаков. То есть, иначе говоря, есть, конечно, разные люди. И для детей, для пубертатных подростков, когда гормональных особенно тиранит, у женщин в климактерическом синдроме, конечно, мечтательность возрастает. Это ясно. То есть, у мальчиков сначала, а у девочек потом? Ну, это у девочек в начале и потом, а у мальчиков в начале. Потом, конечно, тоже бывает от расстройства, но это не у всех. Некоторые сохраняют свои способности до конца. Ибо используют препараты. Тихо-тихо, погоди, не мешай. Это один вариант. Плюс у человека в глубоком стрессе, в глубоком стрессе, когда особенно нужно принимать какие-то решения, тоже возникает часто мечтательность. То есть, которая подменяет реальность и снижает риск конфликта или риск провала своих действий. Но это удобно окружающим. Он безопасно. Для этого это отбиралось в эволюции. А ему это нужно? Ему это почти не нужно. Так в том-то и дело. Это механизм защиты сообщества, социальной структуры. От взрыва его. От того, чтобы он, да, не взорвался. Как 300 тонн тротилок, как сказал поэт в свое время. Вот так. Но это не всем свойственно. Дело в том, что полиморфизм, то есть, изменчивость мозга очень велика. И есть люди, которые практически ни о чем не мечтают, шуток не понимают и прочее, прочее. Вы знаете таких людей. И эти люди практически. Все их действия направлены на реализацию простых вот этих биологических задач, теми в тех социальных условиях, в которых они живут. Как правило, они успешные бизнесмены в наших условиях. Они соблюдают некие примитивные правила. Игры, которые, к тому же, нарушают через раз. Это приводит к хорошему результату. Без мечтаний, без сентиментов. А что вот у таких людей, я так понимаю, их меньшинство, вот таких вот уверенных в себе. Что их в жизни радует? Вот тех, которые... Биологические результаты, то есть они, ну, скажем так... Я не хочу никого пить, но смысл стоит в том, что люди, которые, значит, за счет лобных областей не мечтают, то есть так тормозят, скажем, они, конечно, имеют биологические преимущества, но живут-то они по биологическим законам. Нельзя, конечно, сказать, что они ближе к приматам. Ну, вот, но, по сути... К роботам? К обезьянам размечтались, какие роботы. Ну, вот. Сергей в первый раз услышал это слово. К слову робот. Нет, это имеется в виду к архаичному приматным форму поведения. Но это не говорит, что это плохо. Они в обществе, которое, собственно, построено на обезьянных законах, очень успешны. Все наше общество строит и маскирует примитивные законы. Ну, не только в этом ценность мечты. Ценность мечты еще в том, что мечты не изнуряют, как известно, да? Ну, как в Китае, там, перед чайной церемонией девушка должна отдохнуть, помечтать, известно. Ну, вот. Дело в том, что когда мозг работает, неважно, что он перерабатывает. Реальную ситуацию, там, с молодым человеком, женится, не женится, уйдет, не уйдет, там. Это напряженная работа мысли. Хотя, собственно, я думаю, тут не о чем. Но, тем не менее, когда ты решаешь конкретную социальную задачу, вот там, еда, зарплата, трудоустройство, прочее, 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 мозг интенсивно работает. Но он, если вы действительно очень хорошо перевариваете свою внутреннюю мечту, работает почти с той же интенсивностью. А мозг, как известно, это очень энергетически емкая система. И тогда мечта не только имитирует реальность и огораживает окружающих от взрыва конкретного интимита каким-то действием. Или просто от действий. Ну что, лучше муж, чтобы выпил 100 грамм и лежал на диване, мечтая? Ну, то и лучше, чтобы он пошел разбираться там с соседями. Конечно, лучше, чтобы он лежал на диване, безопаснее. Можно потерять такого бесценного кормить. В том-то и дело. Поэтому, когда мозг работает, он еще изнуряет человека. То есть у нас мозг, я говорил уже неоднократно, в том числе, в радио. Потребляет очень много. Если он пассивен, то это около 9% всей энергии организма. А если активен, то до 25%. Понимаете? Поэтому мечты, они еще энергозатратны. Поэтому полные тупи, да? Да, да. Поэтому человек становится как первый. Пока он мечтает, он безопасен для социальной структуры, сообщества, это раз. А когда он отмечтался, и наконец-то вспомнил, что пора поесть, там хотя бы чай заварить, он к этому моменту уже выжит, как тряпка. Способна ли мечта сформировать цель? Вот наши слушатели спрашивают, у нас официальная страница ВКонтакте. Да, конечно. Мечта – это, собственно говоря, набор неких таких социально лимитированных событий, на будущее направленных. Естественно, человек мечтает, что с ним произойдут те-те-те-те события. В некоторых случаях такие мечты становятся реальностью, а человек начинает их воплощать. Но проблема-то в чём? Почему с воплощением мечты обычно у человека так плохо? Потому что, как я уже говорил, в профилактике, по-моему, здесь же, в этой студии, мозг стоит из как бы двух частей, если так в двух словах напомнить. Одна человеческая, рассудочная, когда мы просыпаемся утром, понимаем, что идти надо на радиомаяк, не хочется, страшно. Совсем не хочется в 5.20 утра. В 5.20 утра ужас какой-то. То есть заставлять себя потом ещё и чистить зубы, чтобы от вас не шарахался даже охранник. Ну, там всякие другие поляные вещи. Охранник у самого там. За 24 часа набралось столько. Может научить, да. Ну, в общем, короче говоря, принуждать себя к той социальной жизни, которую вы вынуждены делать для того, чтобы там жить просто. А другое биологическое, которое говорит, слушай, ну, кто-нибудь придёт на это радио, в конце концов, без меня. Ну, вот кто-то, в конце концов, всё проведёт, да и полежи ты спокойно. И не надо чистить зубы, поковырять в носу там и прочее, прочее. И зачем тебе? А через 3 часа, когда ты отдохнул, уже возникает, а не пойти ли нам поискать блондинку там и прочие всякие штучки. То есть вот есть биологическая часть, та самая, которая я хочу, и та, которая социальная, надо. Вот. Эмоции человеческие устроены из этих двух балансирующих систем. Естественно, вот это хочу очень мало потребляет энергии, построенная инстинктивно-гормональных системах и, в общем, не вызывает никакого раздражения и поощрения её вызывает, наоборот, внутренние наркотики. То есть ты мало того, что там соблазнил чужую жену, ещё и наркотики получил бесплатно внутри мозга. Красота. А вот рассудочное, церебральное, это как раз то, что затрачивает мозг. 90% энергии идёт на содержание вот этой штуки, которая надо. И она выработана в результате искусственного отбора. Так вот, мечта для того, чтобы она была воплощена, ну, если это мечта не ниже пояса, естественно, тогда эффективно-гормональные, на улицу без штанов, там всё в порядке просто. А вот, если что-то человеческое, то это надо затрачивать уже не 9%, а вот эти 25%, да непрерывно. Какой организм на это согласится? В нашей эволюции не было избытка пищи. Это значит, ты будешь тратиться, 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 и неизвестно, что получится в конце. Поэтому мечты обычно как? Человек придумывает какую-то мечту, вот у него есть какое-то желание, да? Если эта мечта сложная и требует человеческого поведения, он вместо того, чтобы к ней методично затрачивая колоссальное количество энергии, вот тут рассудочной, церебрального части мозга, стремится, он вместо этого сегодня идёт на работу, завтра не идёт. И поведение получается такой полосатый чулок, чёрное с белым. То есть инстинкты рассудочные. Нет, всё-таки надо что-то делать через неделю, вспоминать, давай я начну. Он начинает 3 часа интенсивно трудится, а то иногда и целый день. Чувство выполненного долга, ну, имитационное возникает, бросает, а потом дальше живёт неделю как бабуин. Ну, отлично. Ну, какая тут... Запойный вариант. Нет, почему запойный? Не в коем случае. Вы попробуйте так подумайте. Вам захочется тут же есть, пить, помогать маме, мыть посуду, стирать. А выносить мусор? Выносить мусор, да всё, что угодно. Мозг устроен так, что он готов делать всё, что угодно, только бы не думать. Согласен. Укреплять здоровье, идти в фитнес-центр, в здоровом теле здоровый дух, там, да. Читать, чего угодно, только не думать. Расходы энергии, когда высокий, мозг вырабатывает вещества, которые повышают раздражительность, запускают пищевое поведение, питьевое поведение, то есть делают всё, чтобы ты всё-таки этим не занимался. То есть природа стимулирует нас к тупости. Она стимулирует нас к нашему объединению прошлому, к которому мы все стремимся. То есть мозг устроен так, что он ещё не человеческий. И цена за то, чтобы он вот работал как человеческий, очень высока. Поэтому мечты, которые возникают, они очень часто не сбываются. Друзья мои, друзья мои, Сергей Савельев у нас сегодня в гостях, как всегда, блестящий докладчик, эволюционист и палеоневролог, и профессор, и руководитель лаборатории развития нервной системы человека, Институт морфологии. После новостей мы продолжим, естественно. Хронические на маяке. Друзья мои, сегодня у нас наукаёмкий час. В популярной форме, как это умеет наш гость, объясняем сегодня чудеса наших с вами организмов. Сергей Вячеславович Савельев у нас в гостях, эволюционист, палеоневролог, профессор и руководитель лаборатории развития нервной системы человека, Института морфологии человека же, Российской Академии Медицинских Наук. Сегодня о мечтах говорим. И пришли к ужасному выводу о том, что мозг, когда он думает, потребляет, во-первых, мы цифру уже знаем, четверть всей энергии в организме. Кстати, подспудный вопрос. Куда от 75 уходит остальные? На что? Нет, на 70 остальные не думайте, потому что хорошее. Дело в том, что мозг мало того, что потребляет 25% всей энергии, я тоже говорил, он же и осуществляет дефекацию в таких же объемах. Поэтому, когда вы напряженно думаете, вы, значит, четверть того, что вы относитесь в места общего пользования, это как раз от мозга. Да ладно. Это мысли, то есть, они... Они турнопарные, уходят мысли, это мечты. И мечты в том числе. Куда уходят мечты? Нет, давайте начало романа для Белевина как раз. На полном серьезе. На полном серьезе. То есть, погоди, четверть метаболизма, если четверть белков, жиров, углеводов, конечно, все съедено нейронами, ну, грубо говоря, то, естественно, продукты распада куда-то должны деться. То есть, мозг не безотходен. Да нет, он там с мозгом еще хуже делал, на самом деле, потому что, кроме того, что такой метаболизм высокий, из нейронов не все может выделиться. И они ржадеют. Да, внутри нейронов накапливается такое вещество, страшным названием липофусин, то есть, такие гранулы, которые накапливаются внутри нейронов от возраста. Это не значит, что нервные клетки никогда новые не появляются. Нет, но появляются у раковых больных, там и некоторых любителей стволовых клеток, это понятно. Но они живут недолго очень. То есть, внутри мозга накапливаются вот эти продукты распада, которые не выводятся. А чему они мешают? Ну, как, снижается метаболизм? А если у вас, понимаете, вы бегаете на работу, все хорошо, но когда вам дали рюкзачок с 10 кирпичами, вы как побежите? Ну, тупеет, то есть, человек. То есть, ну, снижается метаболизм, снижается уровень обмена, ну, скажем так. Тогда вопрос прямой. Если, например, человек, а в нашей стране все больше и больше людей избирают по неволе, конечно же, в такая ситуация, именно, ну, условно-интеллектуальный вид труда, не физически, не кайлом машут, да, не метут, не загружают руду, да, а вот именно что-то офис, экономика, бухгалтеры, и так далее, да. Вот, что им делать, если возраст берет свое, да, и как можно защитить мозг, может быть, вот от этого омертвения, от чертвения, и, может быть, есть какие-то методы стимуляции, чтобы помочь ему мозговой деятельности, напитать его. Я объясню, дело в том, что мозг работает таким образом, что он никогда не работает весь целиком, поэтому любители фитнеса, которые ручками и ножками машут в фитнес-центре, они думают, что они улучшают свое здоровье, в том числе и неврологическое. На самом деле, у них кровоснабжается эффективно и хорошо только работающие мышцы, работающие те центры мозга, которые обслуживают мышцы, а во остальных как раз наоборот. Затишные. Да, и поэтому маразм наступит как раз в тех местах, которые они не синим. А в партии сейчас фитнес-центры в Москве? Да нет, нет, ну, все это не так плохо. Все, 9 слов, очень нельзя заподозрить в том, что он фанатеет от фитнеса. Да, нет, меня не надо подозревать в таких ужасах. Нет, потому что, если вам хочется заняться фитнесом, есть отличный способ. Я выгляжу на заснеженную Москву и понимаю, что человек с лопатой это прекрасный фитнес, бесплатно, 500 рублей в час плюс, плюс фитнес. То есть, таджики и узбеки, они самые здоровые получаются. Ну, они просто больше, к сожалению, чем занимаются. взрослый мозг, поэтому работа пропорционально, о чем речь шла. А как сказывается на мозге желание похудеть, когда люди ограничивают себя в еде, в калориях? Ну, слушайте, во-первых, калории. Господа, граждане, тот, кто меня слышит, товарищи, я при товарище, там кто угодно, подростки, женщины, дети, старики, все, перестаньте использовать идиотический термин, который является чистым разводиловым для любителей поговорить о калориях. Что такое калории в настоящий момент в питании? Это когда берется 100 грамм вещества, например, отличной финской колбаски или нашей, останкинской, и сжигается, еще раз подчеркиваю, сжигается этот кусочек колбасы в среде чистого кислорода. Вот количество тепла, выделившегося при сжигании этой колбаски в среде кислорода является, вычисляется в калориях. Наш организм никакого отношения к сжиганию колбасы в кислороде не имеет. Слушайте, это был в свое время просто способ оценки косвенной, там, хоть какой-то способ энергоемкости того, что есть в органике. Но питаться, вычисляя калории, с помощью таким способом найденные, ну, это не то, что ненормальность, это безграмотность просто патологического характера. И когда бедные люди начинают вычислять если калории, полученные таким физическим способом, и примерять на свой организм, это приводит бог знает к чему. Ну, классика. Все говорят, вот надо есть овощи, чтобы худеть. Нет никакого способа лучше поправиться, чем для того, чтобы поесть сладкие овощи, ну, например, взять, съесть там фрукты и запить там кока-колой или пепси-колой. Почему? Потому что жир из жира не появляется. Посмотрите на белорусов во все времена, у которых очень много в пище сала и мало углеводов. И посмотрите на украинцев. Жир из жира не появляется. Гениальная мысль. Поэтому... Откуда он появляется? Из овощей. Нет, жир появляется, сейчас объясню, откуда. Нужно углеводы, вы совершенно правы. Овощи. То есть сахар и все другое. То есть хлеб, сахар. Ешь соленое. Дальше. В присутствии, то есть углеводы в большом количестве должны быть в присутствии инсулина. Инсулин в ответ вырабатывается на сахарозу и фруктозу. Как только инсулин появляется в крови вместе с продуктами метаболизма углеводов, он вот эти самые, его основное действие связывает углеводы, подкожные как раз жир. Ребят, потому что основное действие инсулина это не уничтожение, не помощь в утилизации сахара, как все считают, потому что это просверлили мозги всем диабетологи, а в том, чтобы связывать жир. В эволюции он возник для того, чтобы формировать жировые запасы, чтобы у женщин было толстенькое брюшко, чтобы они могли рожать детей, выкармливать их, когда вдруг будет голодно в этот момент, для того, чтобы когда не было пищи, мы могли выживать. Это первое и главное действие инсулина. И он, эти же липиды появляются в нашем организме, откладываются как раз из углеводов. Углеводы и инсулин это верный способ получить как раз отложение жира. Тогда надо есть жир. Ну, не надо избегать сочетания наличия избытка углеводов при высутствии инсулина. Поэтому люди, страдающие диабетом, обычно довольно полные. Потому что они едят пищу, а инсулин вводят дополнительно. И он как раз метаболизируется вот таким образом. И только второе действие инсулина это помощь в катаболизме сахаров, то есть захвате сахарами. Сергей Вячеславов, идеальное, с вашей точки зрения, питание для человека и нормирование его, если калории не вызывают смех. Нам очень трудно нормировать. Нужно есть минимум. Это как пить. Вот я приведу пример с питьем, потому что здесь просто. Напиваешь столько, сколько надо. Ничего подобного. В том-то и дело. Вы обратите внимание, около Макдональдса стоят отличные пионеры в спущенных штанах такие, знаете, типажи. С подтяжками. Ну да, такие, в которых шага сделать нельзя. То есть, социально безопасные в этих штанах. И они хлебают, значит, с двухлитровых бутылок вот это вот растворы. Взвезь. 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 Да там зачастую там ноль калорий, это значит, там не дай бог чего туда домешивают. Там есть же сахара, который не утилизируется даже с помощью инсулинов и долгое время циркулирует в крови. Это смертельно вообще. Вот это добавляют, часто во многих эти напитки. Вот они сидят пьют. Значит, им захотелось попить, он покупает двухлитровую бутылку, но у нас центр питьевой находится внутри мозга. Внутри мозговых желудочек, в бог знает где. То есть, если бы вода туда попала, она должна пройти, пасть в организм, пройти через кишечник, перенестись кровью, пройти через мозг, профильтроваться и только потом замериться. А что там у нас, сколько соли, сколько воды? Внутри мозга. Губы ни у кого из нас не сохнут. Вот это фантомное ощущение, чтобы заставить искать пищу. Глубых скотов. Это во все. У всех млекопитающих так. То есть, это иллюзия. Естественно, если губы высохнут, рот высохнет, все. Ничего там не сохнет, это фантомное ощущение. И вот пионер, вместо того, чтобы выпить 500 грамм и подождать, пока попадет в мозг, он, значит, высасывает полбутылки, это гигантское. И потом, естественно, в мозг попадает избыток этой жидкости, там замеряется внутри мозга количество солей и воды, и понятно, что через 15 минут включается механизм сброса воды, он ищет подворотню ближайше. Это тоже понятно. То есть, вот точно так же с едой, только еще хуже. Поскольку еды нам всю жизнь, всю нашу эволюцию не хватало, вы поймите, вот эта иллюзия сегодняшнего дня, она далека, простите, в Англии там 60-й год только карточки отменили после войны. Европа была, жила впроголодь всю историю. Они вот, они давно отъелись. Это невероятное весело. Как китайцы, фактически. это, это, 50 миллионов человек получают пособие. Люди, на самом деле, очень недавно только стали, и очень не все есть достаточно. А до этого голод был все предыдущие 4,5 миллиона лет становления человечества. Естественно, желание поесть за спиной, у которой 4,5 миллиона лет, и колбаса в холодильнике, в магазине ничего не значит. С биологической точки зрения мы все такие же приматы, как 4,5 миллиона лет, и также переедаем в запас. Мы не можем поверить инструментами. Что колбаса навсегда. Да, что это навсегда. Что этот чай не закончится. Да, 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 и поэтому, значит, мы переедаем бесконечно. И вот здесь норма, она очень призрачна, на самом деле, если человек меняется нагрузка, меняется объем пищи. Главное даже не объем пищи, главное ее разнообразие, в том числе и для мозга. Вот говорят некие, мы вегетарианцы. Ну, конечно, мы пьем молоко. Хорошо, другой вопрос. Вы верите в витамины? Витамины, если их не хватает, вы знаете, у кого не хватает витаминов обычно? Вот когда показывают ужасную там, Эфиопию, еще что-нибудь по телевизору, вот у этих истощенных детей витаминов реально не хватает. А у нас витаминов может не хватать только ввиду глубокого и неопротивного маразма. Потому что люди, например, питаются тупо сосисками и картошкой. Так и питаются. И берут там курей этих, выращенных, неизвестным каким способом, гормональных. И ограничивая себя в пище, они вызывают искусственно голодание. Но витамины, вы знаете, это отдельная тема. Они нужны, когда люди действительно истощены. А так можно посоветовать одно, в том числе и для мозга, чтобы нормально работал мозг. Максимальное разнообразие. Вам не нравятся, конечно, улитки? Не отказывайтесь от икры. От черной. Ну, не обязательно икра. Кроме икры, еще есть масса сейчас в магазинах беспозвоночных съедобных. Там улитки, кальмары, там устрицы. Даже не важно, чтобы их было много. Важно, чтобы они попадали. Потому что у нас мозг работает и формирует свои связи за счет уникальных белков. Организм устроен в виде такой канализационной трубы. Вы запихиваете с одной стороны еду, а организм выдергивает оттуда. Господа, мы понимаем, что вам нравится только доширак. Ну, сколько можно? Ну, прекратите питаться на него тем же. Друзья мои, Сергей Савельев у нас сегодня в гостях. Сергей Вячеславович эволюционист, полионевролог, профессор, руководитель лаборатории развития нервной системы Человека-Института морфологии человека, опять же, Российской Академии Медицинских Наук. Сегодня о мозге говорим по традиции, но оттолкнулись сегодня от мечт, которые возникают у тех, кто хочет уйти от реальности. Ну, это нет. Это никто не хочет. Многие не хотят никуда уйти от реальности. А приходится, потому что это выход, в том числе и стресса, потому что не только понижение агрессивности человека, когда он уходит в свои мечты, совершенно неизбыточные. Да, и мечты следствия эволюции общества, которое убило всех тех, кто не хотел делиться. Ну, примерно так. То есть, кто не хотел делиться пищей, только не надо там про всё остальное. Всё остальное не имело никакого значения миллионные лет, как мы пришли к выводу пищи всегда не хватало. Поэтому мы переедаем, поэтому... Но пища очень важна для мозга. Потому что, собственно говоря, иногда какой-нибудь сдержанный, очень аккуратный, методичный человек, выпивший коньяку 20-летнего и закусив её сёмушкой, почему-то у него встанется даже зрение улучшается. Он как-то начинается... Но там всё улучшает. Мир приобретает краски. Пакет сразу получает человек. На самом деле, кроме... Пакет счастья. Насыщенность цветовая. Да, пакет счастья. Ну, почти мечта почти сбылась. На самом деле, просто это говорит о том, что в обычном питании мы не учитываем потребности мозга. А мозг у нас не просто система передачи сигналов по проводам. Не надо так думать. Мозг всё время, в том числе и для формирования самых необычных мечтаний и фантазий, он всё время образует связи и разрывает связи между соседними нейронами. Ну, представьте, 150 миллиардов нейронов и каждый из них 2-3 синаптических контакта физических образует, разрывает ежедневно. Сколько для этого надо белка, липидов, чтобы собрать, построить, сформировать. То есть, естественно, если чего-то не хватает, каких-то лимитирующих аминокислот, каких-то уникальных углеводов, человек чувствует дискомфорт. Естественно, мечты всё более и более убогие, всё больше касаются еды. Всё, мушки. Главный вопрос. Вы сказали, что 20-летняя конина помогает очень сильно взглянуть на жизнь. Оптимистично? Но алкоголь и мозг и мечты подспудно насколько вредно? Как нам внушают? Алкоголь является катализатором. Нет, нет, нет. Ну, во-первых, всё, что связано с алкоголем, это отдельные песни, потому что действительно в России не умеют, не то, что не умеют, не некогда, да и традиции определённые. Но эти традиции зачастую вымышленные. Потому что, когда нужно, алкоголь и забывают. Многие люди не пьют десятки лет. А есть алкоголики, как предлагалось в начале перестройки, выкатывать бочки со спиртом, чтобы быстро все вымерли. Ну, и вот кто имел непреодолимую физиологическую тягу, и на этом всё закончил. Значит, здесь другая система. Дело в том, что у нас о том, что мозг, мозг узнает о том, что он поел благодаря двум вещам. Попадание в мозг сахара в прямом смысле. Это поэтому первая порция любой пищи превращается в сахар при всасывании через стенки кишечника. А вторая порция превращается в алкоголь. И тоже попадает в мозг. Поэтому даже трезвенник там последнего разлива всё равно алкаш. Почему? Потому что... Даже в пост. Слушайте, я уж не буду говорить про пост. Вы пока сарпцей имеете в виду? Где бобры были рыбами, да? Ну-ну. Не будем. Не будем святотатствовать Сиренею Вячеславову. Не прошу. Нет, ну почему же? Бобра называешь рыбы и на сковородку. Красота. Почему нет? Нет, нет. Я смотрю, вы оторвались от реальности в своей стенах. Нет, нет, нет. Лаборатории плотно. Стали на путь служения злу. Професса. Нет, нет, нет. Это, который наукой. Нет, что я занимаюсь наукой. Представьте, вам пришёл бы какой-нибудь архимандрит. Сказал, да, конечно, там всё отлично, но я не верующий. Ну, что бы вы сказали? Ты, дорогой, что с тобой? Вот в науке, когда слово вера вообще не рассматривается. Термина нет. Потому что вера, это значит, ты должен что-то поверить бездоказательно. Понимаете? Хорошо. Но, тем не менее, про алкоголь. Так вот, что про алкоголь? Первая порция сахар, вторая алкоголь. Если взять, откуда берутся все эти промилле и прочее-прочее, о которых так любят поговорить на всех средствах массовой информации. Вот этот человек 12 часов не ел, вёл нормальный образ жизни. Вот как Катя. Так, к примеру. Ну, Катя только улучшается, если не кормить. Ну, вот представим себе, человек 12 часов не ел. После этого он хорошо, плотно, разнообразно поел. Через некоторое время у него в крови появляется сахар и алкоголь. Если взять в этот момент и померить концентрацию алкоголя в плазме крови, то, что делается, то окажутся те самые базовые промилле, которые приняты во всём мире. То есть, к сожалению, что бы ни говорили, при длительном, вот 12 часов, а у многих людей по 12 часов не идёт, ну, например, лёг спать, там, поел до его 6 часов. Он как ваш сосед Соловьёв, он любит есть до 6 часов вечера и об этом всё время говорит. Есть хочется, наверное, по 7 часов. Очень хочется. Поэтому злой такой же травм. Злой и сильный. Ну вот. Он поел, а дальше он поел, у него померили, а если случилось какое-то несчастье, там на дороге выяснится, что там вот те самые базовые промилле. Базовые промилле. И вот откуда они берутся, это не вымысил, это просто метаболизм. То есть, выражение калорийное опьянение, да, это не оборот. Это не оборот, это прямое просто. Вы понимаете, когда у вас, вы поели, как мозг может узнать о том, что вы поели? Растянули желудок, но это может туалетной бумагой. конечно же, центр голода. Нет, центр голода, а как он узнает-то, вот хорошо. Сахар в крови. Сахар и алкоголь. А что происходит, если ты просто выпил без сахара? Ну, по-русски? Нет, происходит то же самое. Если вы, физиологическая норма, это количество алкоголя, вырабатываемое при приеме пищи. То есть, это примерно масса тела, поделенная напополамо в миллилитрах алкоголя. Так насколько для мозга вредно именно опьянение в чистом виде? Значит, если вы не превышаете в два раза физиологическую дозу, то на алкоголь, наоборот, увеличивает скорость обмена мозга. Поэтому вы чувствуете это благодушное состояние. То есть, вот, в принципе, для нас с вами, в нашей с вами комплекции где-то грамм 100-200, да? Ну, 200, это вы замахнулись. Я понимаю, что хочется. Соточка. Ну, вот до соточки 75-80 грамм, да, нормально. То же самое, что надо, и работать. И работать, да? Ну, и зависит от того, чем вы заниматься собираетесь. Сергей Вячеславович, а как вот относиться стране и людям к слогану известной монополии нашей газовой, которая прям заявлена так, мечты сбываются. Вот что транслируют эти люди, которые занимаются коммерцией? Мечты сбоя? Ну, правильно, у них все мечты сбылись. Это все правильно. Они делятся счастьем. Это надо спасение, что люди честные. Нет, нет, они честные люди, они просто отрывают такие зарплаты и такие бонусы, что они просто уже не могут сдержаться. И пишут, мечты сбываются. Хорошо, Сергей Вячеславович Савельев у нас сегодня был в гостях. По традиции прекрасный докладчик, эволюционист, палеоневролог, не выяснил, что это такое. Профессор, руководитель лаборатории развития нервной системы человека, Института морфологии человека, Российская Академия Медицинских Наук. Молодец. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.